С 2016 года начата реализация проекта «Каштаг для молодой семьи», который рассчитан на 5 лет. Его целью является помощь жителям сел созданием собственного животноводческого хозяйства. Участники проекта отбираются публично на сходы граждан из числа односельчан, не имеющих постоянной работы в возрасте до 35 лет. Состав семьи должен быть не менее трех человек – супруги и ребенок. Одними из определяющих моментов при выборе кандидатуры станут претенденты выросшей на Чабанской стоянке, имеющие достаточный опыт и знания, пример в лице родителей, дедов. В селах Тувы завершается кампания по отбору участников очередного четвертого по счету этапа губернаторского проекта «Каштаг для молодой семьи». На начало февраля сходами граждан определены 103 семьи, которые получат от властей кредит в виде двухсотовечек и станут фермерами. В течение первых двух месяцев в семье выделяются земельные участки под летнее и зимнее пастбище. Главным условием проекта является то, что каждый участник через два года должен передать 200 голов следующим участникам. В Байтайгинском районе заготовили нынче 14 тонн сена. Наученный горким опытом прошлых лет, когда в Байтайге выпало огромное количество снега, в районе постарались подготовить корма с запасом. Для молодых каштаговцев запущен проект «Экономический десант». Группа специалистов объезжает все стоянки участников, рассказывают им об эффективных видах хозяйствования и медовслуживания чабанов и поддержки в обучении их детей. Некоторые участники прошли обучающие курсы по основам животноводства. Проект потребовал организации и социального сопровождения семей животноводов. В поддержку молодым чабанским семьям ввели в этом году новую школу-интернат в селе Етал. В сентябре сели за парта 44 школьника из 33 семей, участников проекта «Каштаг» из 14 районов республики. В Байтайгинском районе в детских садах были предоставлены места для 203 детей-участников проекта. 72 ребенка побывали на отдыхе в детских лагерях. Щабанская жизнь нелегка, особенно для молодых людей. Не каждый, находясь в отделении от цивилизации, может ухаживать за скотом в зимнюю стужу летней зной. В таких непростых условиях живут эти, стойкие, увлеченные своей работой люди. Одним из таких преемников и участников проекта «Каштаг для молодой семьи» стали Адыжи и Сайсу Лапсана из села Козалдаг Байтайгинского района. Они добились одного из лучших показателей в районе. «Мы приложим все усилия для того, чтобы приумножить поголовье скота и стать тысячниками», заявили участники губернаторского проекта. «Мы начали участвовать в проекте с 2016 года. Получили 200 голов мелкорогатого скота. Уже идет третий год, как мы стали чабанами. Овец за три года мы получили много. За высокие показатели от правительства нам подарили солнечные батареи. Приехали и забили нам скважину. Благодарю правительство Тувы за такой проект». «В этом проекте «Каштаг для молодой семьи» мы с 2016 по 2019 год скот сохранили. Скот возрос без особых проблем. У нас двое детей. Нам выделили деньги на строительство каштага, пастбища, дома, за что я очень благодарна правительству Твы. Моя бабушка Канданурля Шираповна, герой социалистического труда, мать-героиня. Благодаря бабушке, которая занималась животноводством, я научилась всему, что знаю сегодня. Я пообещала себе, что стану тысячником, как моя бабушка». «Участники губернаторского проекта «Каштаг для молодой семьи» 2016 года, Лапсан Адыжи и Лапсан Зайзу Кироловна. Эти участники показали лучший результат среди участников «Каштаг для молодой семьи» участвует с 2016 года. Благодаря этому проекту каждый год по 7 молодых семей дается возможность приобрести скот и дальше развивать свою деятельность в области сельского хозяйства. На сегодняшний день число всех участников 2016 по 2018 год 21. И плюс к ним 7 участников этого года уже отобраны по скоту граждан. И эти участники этим летом получат 200 голов овся матка от участников 2017 года. Сейчас у всех участников проекта «Каштаг для молодой семьи» в наличии имеется 62 434 головы мелкого рогатого скота и 1366 голов крупного рогатого скота. Всего за три года на реализацию проекта выделено более 350 тысяч рублей. Количество участников 2019 года определено 103 семьи.